Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. Мы вместе с вами продолжаем читать и толковать книгу «Деяния святых апостолов». И сейчас что мы рассматриваем? То, как апостол Павел, находясь в Иерусалиме, был схвачен, потому что его оговорили иудеи, и вот тысяченачальник римский его берет под свою стражу, поскольку Павел, он же римский гражданин, да, и вот нужно провести какое-то расследование. А как узнать? 23 глава, она с чего начинается? С того, что тысяченачальник, чтобы выяснить обвинение иудеев, он потребовал, чтобы собрался Синедрион. То есть иудейское судилище верховное, на котором и предъявится обвинение. Тогда будет ясно, в чем, собственно, обвиняют апостола Павла. Итак, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». И вот посмотрите, как Павел очень искренне и открыто обращается к ним. То есть он ведь никакого злого умысла против иудеев не таит. Он никого не обманывал. Он действительно, когда думал, что христианство – это враждебная какая-то секта, да, он ее гнал. Но тут вдруг явился ему сам Господь Иисус Христос, который, оказывается, Сын Божий. И, соответственно, все поменялось. И вот Павел, он пытается искренне донести вот свое слово до участников Синедриона. То есть вот муж и братья всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анане, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. А почему бить? Потому что первосвященник посчитал, что вот это свидетельство Павла, что он добрую совестью старался жить, да, и жил до сего дня, что это обман. И раз обман, то, значит, надо остановить это слово. Ну, кроме того, вот кто такой был вот этот первосвященник Анане? И даже иудейский историк Иосиф Лави пишет, что он был очень гордым и грубым человеком, этот Анане. Мало того, что этот период в иудейской истории, когда то один назначался первосвященник, то другой, так вот они все еще были по своим моральным качествам не очень высокими людьми. И вот этот Анане, он был очень грубым, жестоким, и даже к своим собственным служителям не проявлял особой доброты. Известно, например, что он зачастую выбивал десятину с подчиненных, и он довел до бедности младших священников, потому что направлял своих слуг с дубинами, чтобы те буквально силой выколачивали десятины со священнослужителей, а размер десятины он корректировал так, что сам вот этот Анане, что фактически отнимали жизненно необходимое у людей. И вот он приказывает бить по устам апостола Павла, что, очевидно, и было совершено. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Тут на самом деле и пророческое слово апостола Павла сказалось, потому что чуть погодя этого первосвященника Ананию, его убили. Убили сикарии. Сикарии – это такое тайное сообщество среди иудеев, ревнителей особых, которые были против римского господства. Тут же, видите, как вот даже заседание Синедриона, оно было инициировано римским тысяченачальником. А сикарии, они считали, что надо вообще как бы не слушаться этих римлян и поднимать восстание. А Ананию они рассматривали как вот, ну, такого прислужника римской власти. Поэтому потом они его также и убили. Но в словах апостола Павла тут еще что? Вот стена подбеленная, да? Это вот как бы созвучно тому, что спаситель говорил про фарисеев, вы как гробы приукрашены. То есть снаружи украшают их, а внутри кости, там не пойми чего. Ну, ничего уже располагающего к себе. Так и здесь, что снаружи вроде бы ты блюститель порядка, а внутри получается полное отсутствие порядка. Но тут вдруг неожиданно все разворачивается в другую сторону. Предстоящие же сказали, первосвященника Божия поносишь. Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем незалословь. Вот очень интересные такие описания, которые показывают реальный ход вот этого заседания. Дело в чем? Вот апостол Павел, он в Иерусалиме появлялся один раз в несколько лет. А интернета не было, фотографий не было, тоже картин там особо никто не писал у иудеев. И поэтому кто там был первосвященник на этот момент, он мог не знать апостол Павел. Кроме того, в Синедрионе председателем вовсе не обязательно должен был выступать сам первосвященник, то есть мог выбираться председатель, который вел судебное заседание. Поэтому Павел и обличал именно председателя заседания. А тут вдруг оказывается, что он первосвященник, то есть лицо особо посвященное. И хотя для Нового Завета это не имеет большого значения, но все-таки, ну как бы там ни было, он начальствующее лицо. Как, скажем, римский император, он вообще там язычник, но он все равно начальствующее лицо. «Бога бойтесь, царя чтите», писал апостол Павел. И поэтому он как бы, ну в каком-то смысле как бы извиняется, «ибо написано начальствующее в народе твоем не злословь». А дальше что? Дальше Павел немножко поразмыслил, и какой ход он предпринимает. «Узнав же, Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи-братья, я фарисей, сын фарисеев, за чаяние воскресения мертвых меня судят». И Павел предпринял очень верный такой шаг, и собственно он не соврал, он по происхождению принадлежал к среде фарисейской, и фарисеи – это были строгие блюстители таких вот законов. А чем они отличались от саддукеев? Саддукеи – это, во-первых, приспособленцы, которые, вот как этот первосвященник Канания, он искал власти, он заигрывал с римлянами. И кроме того, саддукеи – они своего рода материалисты. Они, ну понятно, кто приспособленец, тот и больше материалист. То есть у него материализм, он очень легко входит в его жизнь, потому что он пытается устроиться только здесь, вот какой-то теплый уголок себе обустроить. И, соответственно, загробная жизнь не очень его интересует, и потом как бы этой загробной жизни как будто уже и нет. И, соответственно, саддукеи, они считали, что вот человек, ну да, вот Бог есть, но человека сотворил таким земным существом, который в какой-то момент родился и в какой-то момент умрет и исчезнет. Ни души бессмертной, ни воскресения будущего. А фарисеи – нет. Фарисеи, они знали, что все-таки суть священного писания, она совершенно иная. И даже Ветхий Завет, он дан в том смысле, что он подразумевается, что душа человека все-таки бессмертная и будет воздаяние, чтобы было воздаяние, необходимое и суд дальнейшее, а потом и воскресение общее, чтобы вместе с телом принять воздаяние. Вот так вот Павел, зная эти различия между фарисеями, он пытается как бы провести разделение, собрание. Это такой риторический прием. Если все очень плохо складывается, надо попытаться как-то разделить то собрание, которое против тебя настроено. И вот он говорит, что я за чаяние воскресения мертвых судим. А это действительно так, ведь он же исповедует Христа воскресшего. И он сам чает воскресение мертвых. А фарисеи тоже чают воскресение мертвых. Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик. Понимаете, они как спусковой крючок, нажали на спусковой крючок и тут же все сорвалось. Видимо, они так не любили. Но потом эти южные, восточные народы, они очень взрывные. И чуть чего они тут же вспыхивают. И как бы вот они поделены по своим таким, ну как бы группировкам. И тут же они начинают спорить. И встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Ну, собственно, Павел ничего худого не сделал. Он и храмы не осквернял, да, он не вводил туда язычников. И это все прекрасно понимали, что ложное обвинение. Поэтому фарисеи решили тоже в свою пользу употребить ситуацию. Но как раздор увеличился, то тысячи начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Почему тысячи начальник так вот бережливо, что ли, относится к апостолу Павлу? Не потому, что тысячи начальник христианин, а потому, что тысячи начальник – это лицо официальное, представитель официальной римской власти. И, а тут же Павел, он римский гражданин. И если будет причинен какой-то вред римскому гражданину от неграждан, иудеи вот эти в Санендрёвне, они не имеют римского гражданства, то спрашиваться будет с тысячи начальника, то есть ты почему там позволяешь, чтобы наши граждан обижали. И он прекрасно знает, что иудеи – это люди такие взрывные, и, соответственно, он решил уберечь Павла до последующих каких-то мероприятий судебных. А что дальше? «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Вот представляете, как спаситель уже который раз является, ну, не так вот часто, конечно, но вот который раз уже является Павлу, и всякий раз – это когда нужно вот его приободрить, апостола Павла, то есть даже по-человечески он тоже нуждался в том, чтобы его силы душевные укреплялись. И ведь что интересно, что Господь, он же мог бы просто раз вот там их не спослать огонь, скажем, с неба на весь Синедрион. Попалил, и всё, и вопрос закрыт, да. Или там ещё как-то являть, допустим, им ангелов, чтобы они вразумляли этих иудеев, упертых. Но нет, Господь, он через вот их свободу, через свободную волю, он не перешагивает, он не пытается покорить их чудесами, видя, что они не способны принять. И самого Павла Господь не освобождает от вот этих вот, ну, сложных ситуаций, неприятностей. Из ус он его не выводит. Кстати, как Петра ангел вывел из ус. Но не всегда это нужно. И для проповеди иногда тоже необходимо исповедничество. пройти через вот такие узы, и проповедь становится ещё сильнее. И самое главное, Господь предсказывает, что ты ещё и в Риме будешь проповедовать. То есть тебя никто не убьёт здесь, в Иерусалиме. Твоя жизнь здесь не закончится. Ты достигнешь Рима, и будешь свидетельствовать о мне там, в главном городе империи. И вот с одной стороны, вот мы видим, что вот это предсказание Господа, сам Господь явился, сказал, что будешь свидетельствовать. А что с другой стороны? С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Вот представляете, насколько серьёзно. То есть они буквально произносят клятву с призыванием имени Божия, и обещают, что не будут не вкушать еды, не пить воды. А вообще там, в Иудее, вот кто был в Израиле, знает, что там долго без воды-то нельзя, конечно, потому что обезвоживание организма и может плохо закончиться. Ну, конечно, иудеи, они привычны для этого климата, но всё равно. Вот они заклялись не есть и не пить. Ну, может быть, они перед этим как следует поели, напились, чтобы уже после этого клятву произнести. И такая клятва, она считалась каким-то вот страшным таким вот обетом, который нельзя было нарушить. Было же более сорока сделавших такое заклятие. Представляете, какие вот бывают фанатические такие вот сообщества. ненависть движима людьми, при этом они думают, что они служат Богу, потому что клятвы их носили религиозный характер. И смотрите, что дальше. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, то есть напрямую выкладывают, мы клятвою заклялись, не есть ничего, пока не убьём Павла. Ну, а те, что? Ну, хорошо. Значит, итак, ныне же вы, Синедрионом, дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам. Как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нём. Мы же, прежде нежели он приблизиться, готовы убить его. То есть, вот такой, ну, тут прямо и сюжет какого-то приключенческого, получается, художественного произведения. На самом деле, конечно, всё это реальные истории, таких обетов давали люди безбожные, ну, которые практически живут безбожное множество. И вот в Иудее в те времена общество, оно бурлило, бурлило и всякими вот этими замыслами, умыслами, заговорами, и убивали действительно других, вот те же самые сикарии, которых мы упомянули. И вот тут, значит, что? Ставит в известность первосвященника и просит, чтобы он помог вот того самого Ананию. Вместе, чтобы он со своими приспешниками помог. Но при этом вдруг оказалось, что их разговор подслушали. Услышав о семь умысле, сын сестры Павловой пришёл и, войдя в крепость, уведомил Павла. То есть, отсюда мы узнаём, что у Павла была ещё родная сестра, и, соответственно, у него племянник есть, сын сестры, племянник. А он, ну, видимо, как-то там или прислуживал при первосвященнике, потому что не совсем всё-таки это была бедная семья. И сам Павел в своё время тоже, по некоторым сведениям, он входил в число участников Синедриона некогда. И вот теперь что получается, что его племянник, он услышал этот разговор, приходит и уведомляет о том Павла. То есть, племянник не знает, как поступить. Он услышал это, его огорчило очень, он сообщил самому Павлу. Ну, поскольку главным здесь представителем официальной власти является тысяча начальник, и он хотя бы как-то покровительствует Павла, то вот к нему и повезти. Тот, то есть сотник, взяв его, привёл к тысяча начальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяча начальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» То есть, как бы такое доверительное отношение к нему. Он отвечал, «Что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нём. Но ты не слушай их, ибо его предпостерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяча начальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». То есть, чтобы не узнали, что информация просочилась о их заговоре. И, соответственно, вот тысяча начальник, он понимает, о чём идёт речь. И почему тысяча начальник не оказался равнодушен? Да очень по простой причине, что иудеи были народным таким склоном к беспорядкам. И представьте, что вот уже вот как некое сообщество, уже более сорока человек вооружённые. Значит, соответственно, назревает какое-то вооружённое нападение и столкновение. А будут, они же попытаются причинить вред Павлу, а Павел римский гражданин. При этом, в чём его обвиняют, до сих пор непонятно, так как иудеи толком какого-то реального обвинения не предъявили. И, соответственно, тысяча начальник понимает, что может разгореться бунт, народ подхватит вот этот, может быть, заговор, который... Иудейский народ подхватит вот этот заговор, который вот эти фанатики решили организовать. И может быть огромное столкновение. Поэтому что он предпринимает, тысяча начальник? Ну, посмотрите, какие очень такие тщательные меры предосторожности. Ну, понимаете, если бы это было там четыре воина, которые, ну, конечно же, Павла бы убили, и самих воинов бы этих убили. И если бы их было бы сорок, скажем, римских воинов, тоже это не очень было правильно. И тысяча начальник, он как бы предвидит возможность крупного столкновения, что помимо тех сорока, решивших напасть на Павла, могут еще больше присоединиться к ним участников. Он вот такой огромный, ну, где-то примерно чуть ли не треть, по-моему, от того, что у него было в наличии в Иерусалиме. То есть, пеших 200, конных 70 и стрелков 200. То есть, стрелки, они должны издали поражать неприятеля. Потом воины уже вступают непосредственно, пешие воины столкновения. И потом конные, они уже или рассеивают с боков, с флангов заходят, или уже добивают тех, которые побежали. Ну, по-разному может быть. Во всяком случае, все эти три категории, стрелки, пешие и конные, это то, что входило обычно в римские воинские подразделения. Написал тысяча начальник и письмо следующего содержания. Да, а к кому он пишет? К Феликсу, то есть прокуратору, который являлся правителем над всей этой провинцией иудейской. Сам, будучи тоже римлянин. Клавдии Лисе достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Это официальное обращение. То есть, вот кто пишет, кому пишет. И пожелание радоваться. Ну, это как бы мы, допустим, там, здравствуйте. К некой приветствии такое было принято в то время. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Тут, конечно, он немножко приукрашивает тысяча начальника, потому что специально он, конечно, не приходил, не отнимал, а там сами иудеи как бы вот схватили, и поднялось такое там возмущение, поэтому он... И, на самом деле, тысяча начальник хотел бичевать даже апостола Павла, не разобравшись, что он римский гражданин. А тут он как бы себя показывает, что вот я такой хороший, я защищаю римских граждан. Значит, я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрионных и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудею злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. Вот такое послание он направил. И смысл здесь в чем? Поскольку общая вот эта вот ситуация, она стала накаляться и уже зреет вооруженное столкновение, то, конечно же, тысяченачальник должен был уведомить более высокое лицо, то есть прокуратора, в данном случае Феликса, и, соответственно, как бы перевести на более высокие официальные уровни решение данного вопроса, то есть вопроса, связанного с апостолом Павлом. Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в антипатриду. Почему ночью? Чтобы как можно меньше иудеев видели, и чтобы никто уже не препятствовал, и чтобы действительно не начались вооруженные столкновения. А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. Да, то есть пешие в основном проводили, то есть до только какого-то города, ну, до антипатриды. А дальше уже сопровождали конные, 70 вот этих конных воинов. Самое главное, надо было выйти как будто из Иерусалима, где очень много таких вот враждебно настроенных иудеев, а дальше уже посчитали, что можно ослабить охрану Павла, и вот сопровождали только всадники. Значит, а те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», «и повелел ему быть под стражу выродовой притории». Таким образом, апостолу Павлу удалось избежать смерти, он был доставлен в Кесарию, под такую крепкую охрану помещен, выродовой притории, то есть притории там, где, собственно, находился вот этот центр, присутствовал вот этот прокуратор, как представитель римской власти, и, соответственно, те, которые составили заговор, они не могли напасть на Павла. И, естественно, возникает вопрос, а что же с ними стало, с теми, кто заклялся не есть, не пить, пока не убьют апостола Павла? Ну и, конечно, кто-то вот может сказать, что вот они предпочли бы там лучше умереть, чем вот так вот постыдно вкушать пищу, нарушая обед. Ну, на самом деле, первосвященники, которые, первосвященник Анани, который разрешил им все это дело, он мог и снять с них вот этот обед, как бы заменив его чем-то другим. А по какой причине? По той причине, что исполнение обета оказалось невозможным по независящей от них причине. То есть возникла некая причина, которая не зависела от этих заклявшихся людей, вот этих сорока человек, и они просто вот, ну, вроде как бы и готовы были осуществить обет, а обстоятельства пошли иначе, и они не смогли его осуществить чисто физически. Соответственно, к ним могли отнестись со снисхождением первосвященника, в общем, в целом, Синедрион, и как-то вот освободить их от этого обета, или вот как-то что-то там разрешить. Ну, в общем, поступить так, как относятся иудеи именно к своим, а не к чужим. Думаю, что о их судьбе не стоит нам так особо горевать. Дальше мы, конечно, будем рассматривать следующие события, связанные с апостолом Павлом, но глава вот наша завершилась, которую мы ныне читали, 23 глава, и дальше вот с Божьей помощью мы будем изучать уже 24 главу, а на этом пока что прервемся. Храни вас Господь, и дай Боже всем нам по молитвам апостола Павла быть тоже свидетелями, проповедниками веры Христовой, и не бояться ничего, потому что Господь, Он никого, своих Он не оставляет и своей помощью не лишит. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok